Я являюсь тем человеком, кто инициировал проведение сегодняшнего собрания. Также я от имени инициативной группы, это фактически от вашего имени, уже как минимум 300 человек, которые здесь собрались в этом зале, пригласил всех руководителей фракции городского совета и персонально каждому отправил вот такие вот запрошения на наше мероприятие. Но почему-то так в жизни случается, когда начинаются выборы, депутаты к нам приходят домой и говорят, что я лучший. Так вот, мы сегодня пригласили всех депутатов фракции, и наш край, и БПП, и самопомощь. Могу сказать, что к чести, к великой чести оппозиционного блока, сегодня практически эта фракция присутствует у нас в полном составе. И я к своему удовлетворению оглашу список всех депутатов городского совета, которые к нам пришли на наше собрание, от оппозиционного блока. Дятлов Игорь Сергеевич, голова фракции. Бернацкий, Олег Викторович, Бургаенко, Александр Иванович, наша землячка Веселовская, Лариса Игоревна. Для нас это, вот для кульбачан, момент истины. Для чего? Для того, чтобы мы все-таки в субботу, по-видимому, проявили опять же активность и прибыли на эти общественные слушания. Хотя они будут проходить по адресу улица Адмиральская, 31А. Это дом политпросвещения, сейчас это дом творчества учащихся. Смотрите, очень жаль, что сегодня мы с вами собираемся вновь по поводу такого вопроса больного для нас, да, это соседство с городским кладбищем. Хотелось бы, конечно, обсудить другие, более радужные вопросы, и чтобы депутаты приезжали к нам не для того, чтобы обсуждать перспективу городских кладбищ, а для того, чтобы говорить о зеленых зонах, о строительстве православного храма, который у нас намечается. Это на будущее, так сказать, пожелание и просьба к вам. Но сегодня, к сожалению, не были делегированы права от нашей инициативной группы рассказать вам, что мы, инициативная группа, делали в течение двух этих месяцев, о которых сейчас пойдет речь. Ну, просто такой вопиющий факт, на мое усмотрение, это то, что на общественные слушания Управление архитектуры выносило четыре варианта данного детального плана. То есть, там есть первый вариант, который мы уже обсуждали с вами, зеленая зона, которая полностью отвечает законодательству и генплану и плану зонирования. Следующий вариант – это промышленная зона, следующий вариант – это зона жилой застройки. И последний, четвертый вариант, который очень детально и очень красиво расписан, как единственно правильный вариант – это вариант кладбища. То есть, таким образом, Управление архитектуры, вот уже начиная с 23 января, осуществляло попытки манипулировать нами и подавало вот этот единственный вариант кладбища, как единственно верный. Вот это лично возмутило меня. Получается, мы пришли, говорю, Лариса Игоревна, у нее прием в среду здесь в клубе был. Мы пришли к ней на прием и говорим, Лариса Игоревна, а как же так получается? У нас кладбище, кажется, открывается. Она говорит, как кладбище? Какое кладбище? Где кладбище? То есть, вы понимаете, даже депутат, местный депутат по округу не знал о том, что Управление архитектуры уже на данный момент запустило процедуру рассмотрения вот этого кладбища. Как по мне, это нонсенс. Если на генеральном плане, на плане зонирования нет кладбища, а его там нет, мы проверяли и писали по этому поводу Управления архитектуры, то кладбище не может быть априори в детальном плане, поскольку детальный план – это всего лишь увеличенная копия генерального плана. И с этим вопросом мы обратились в Управление архитектуры. На что был дан колоссальный ответ. Просто спасибо за вашу гражданскую позицию, но ввиду того, что у нас стоит острый вопрос с размещением кладбища, необходимо принять там свою социальную роль и прочее. То есть, знаете, такой хороший роман на восьми листах о том, как важно, чтобы кладбище было. Сегодня очень четко было замечено, что общественное слушание предполагается провести в центре города. То есть, ну, опять же таки, это, мягко говоря, нарушение, ввиду того, что согласно 555-й постанове Кабинета министров, которая регулирует проведение общественных слушаний именно градостроительной документации, эти общественные слушания должны проводиться на той территории, которую затрагивает данный детальный план. То есть, если Управление архитектуры объявляет о проведении общественных слушаний детального плана микрорайона Богоявленский в Корабельном районе, «Будьте добры, проводите эти общественные слушания в Корабельном районе». О каком центре города идет речь? На минуточку. И мы опять это пишем в Управлении архитектуры, на что получаем опять колоссальный ответ. Спасибо за вашу гражданскую позицию. В чем проблема? Проблема в следующем, что согласно статье 11 положение о проведении общественных слушаний в городе Николаеве, четко сказано, что Управление архитектуры должно было, как субъект подания, обратиться к мэру. Мэр должен был дать свой приказ о начале проведения данных слушаний, создать комиссию, которая это будет все готовить, инициативную и так далее. Это должно иметь определенную последовательность. Это раз. То есть, они полностью нарушили 11 статью данного положения. И там, в 21.1 пункте этого положения, есть такая фраза, что если нарушена статья 11, автоматически данные слушания являются незаконными. Уважаемый главный архитектор города дал интервью, да, и сказал, что общественные слушания обязательно пройдут в феврале. Хочу заметить, сейчас март месяц. Здравствуйте, Анна Полеха. Март месяц, а общественные слушания должны были по ее словам прийти в феврале. Еще одно в виде предложения для городской власти, или не знаю. Если сотка земли стоит в черте города здесь, допустим, 10 тысяч долларов, а за городом одну тысячу долларов, то какой смысл занимать эту дорогую землю, а не, в крайнем случае, поменять ее на ту, что за тысячу, и там сделать кладбище. Это же, мне кажется, элементарно. И самую дорогую землю там под кладбище, это что-то как-то... Я с вами согласен, но это вопрос не нашей компетенции. Это вы как раз и есть. Предложите там, да, спасибо. Это как-то на... Вы знаете, можно предлагать тогда, когда люди что-то слышат. Люди просто и сказали, да нет, не надо, лучше там, ну, поедешь в генеральный план. Это как отче наш. Это значит, вот там должна быть, согласно генеральному плану, рекреационная зона. Что такое рекреационная зона? Это спортивные площадки, какие-то культурные площадки, парки, детские площадки. То есть это все, что связано с отдыхом людей. По большому счету, все же понятно. И на самом деле, вот, еще Сергей Михайлович, депутат городского совета Исаков, хочет выступить. Мы ему обязательно предоставим слово. Просто вчера был эфир программы «Добрый вечер», где он сказал, что 700 тысяч гривен было потрачено городских денег. 700 тысяч гривен, люди добрые. Я думаю, что Синкевич, как директор IT-компании, никогда бы не позволил 700 тысяч гривен компании выбросить на проект, который не реализовывается. Ни один директор предприятия по себе это не позволил. Я уже не говорю про частное лицо. Согласно этого проекта, который уже прошелся экспертизой и подготовлен, и город потратил городские деньги, наши с вами, кстати, деньги, мы жители этого города, кладбище должно быть отведено в другом месте. И проблемы вообще не существует на самом деле, кладбище в городе Николаеве. Она высосанная с пальца проблема. Почему? Потому что кому-то захотелось поиграться в инвестиционные программы, в инвестиционные хотелки. И там, где должно быть кладбище, хотят там строить какой-то технопарк. А жителям города Николаева в центре города нужно втюхать для этого что? Кладбище, которое должно быть там, где этот технопарк. Ну, если бы люди были не против, было бы понятно. Но люди против. Мы же против, да? Мы против, вот и все. Поэтому надо с этим бороться и что-то сделать. Но власть нас не слышит. Вот в чем проблема. Представьте, для протокола представьте. Петрова Ольга Сергеевна. Значит, вот поскольку власть нас не слышит, то может быть это власть, которую мы избирали, хотя здесь большинство голосовали за другого кандидата. Он здесь присутствует. И я в том числе. И мне за это не стыдно. А вот за человека, за которого мы не голосовали, но другие люди проголосовали. Может быть можно инициировать, чтобы он, так сказать, свое место освободил? Может быть уже пора? Как будет? Уважаемые депутаты городского совета, две трети городов, по-моему, там уже немного осталось. После тех разоблачений с манипуляциями по городскому бюджету. Понимаете, так бессовестно относиться к людям. Я не знаю, это нужно какой иметь цинизм, чтобы взять вдоль восьми девятиэтажных домов, при том, которые девятиэтажные дома, то считайте, практически основное население Кульбакина живет в девятиэтажных домах. Наши дети маленькие. И вот мы каждый день будем смотреть. Прекрасно видно. В этом конце хоронят, в этом, в этом. Там бомжи и так далее. Мне кажется, давно пора. Ну чего мы ждем? Тем более самопомощи, по моему мнению, совсем немножко осталось. В самом худшем случае только до 2019 года. А потом мы даже забудем, что такая партия была самопомощь. Вот кто так хотите, это ваше дело. Но я считаю, что люди, которые способны на такие бессовестные поступки, как развозить мусор по всей Украине или блокировать заводы, которые скоро станут и люди будут без работы, то вы извините меня, но это уже просто дальше не было. Очень богатый. У меня душа болит за природу. И хотелось бы, чтобы сегодня, тем более, такое скопление депутатов в жизни видел никогда. Хочу, чтобы вы поняли меня, о чем я говорю. Вот это водохранилище, которое стратегическое, которое уже как бы не функционирует, оно очень важно для нашего города. Потому что город будет развиваться. Я молодой человек, и мне хочется жить в этом городе и развиваться. Если тут будут строиться кладбища и все остальное, я буду вынужден уехать в село. И работать там спокойно, с тихой душой, я буду себе там жить и все. Но я хочу быть здесь, в городе, и видеть, как цветет и пахнет наш город. Мы знаем, что рядом у нас аэродром. То есть, в связи с особым положением сейчас в нашей стране, раньше такого не было, я с детства здесь живу, раз в неделю были полетные дни на этих аэродромах. И мы все к этому привыкли. Сейчас это ежедневно, к нам приезжают даже журналисты, есть свидетели. Нам даже сложно разговаривать, день и ночь летают самолеты. То есть, это вот продукты сгорания керосина все время нам сыпятся на голову. Значит, это северная часть. Далее идет Нар, потом тепловозы ремонтные. Ну, сейчас более-менее запах летом, конечно, вы сами понимаете, что такое соляра. И это прямо идет вдоль наших домов. И юго-запад нас ограничивает железная дорога. То есть, одна идет на Херсон, там тоже нефть, химические продукты. А вторая ветка идет на Октябрьские порты. И поскольку я там некоторое время работала, знаю вот эти химикаты, все это везется. Но опять же, все к нам. Ну, мы живем, такова сейчас жизнь. И тут вдруг это кладбище. Ну, наверное, все учились и все знают такой маленький-маленький закон физики. Закон заединенных сосудов. Это говорит о том, что все грунтовые воды с кладбища будут у нас. И это не только трупные яды. Если кто-либо читал статистику по смертности в Украине, тот знает, что 70-80% людей в Украине умирает по болезням. И третий из них умирает по инфекционным болезням, как туберкулез, гепатит, СПИД и так далее. И все знают, что восподители этих болезней не умирают вместе с человеком. Мы их хороним на этом кладбище. И они потом все попадут в грунтовые воды. А эти грунтовые воды попадут к нам в подвалы, в нашу канализацию, которая не терпит никакой критики. И, конечно, попадут на дороги, которые будут разводиться по всему городу. О чем думает мэр, я даже не представляю. Мэр и вице-мэр предвели нам ярлык сепаратизма после нашего выступления. Мне очень больно, что такие люди не знают, что означает это слово. Я хочу им сказать точно, что то, что мы хотим вернуть их в правовое поле, чтобы они решали этот вопрос в правовом поле. Что мы боремся за свою жизнь и за свое здоровье будущего поколения, не только Кульбакина, но и всего города, это не сепаратизм. А то, что он сейчас делает, это как раз сепаратизм. Он побуждает у людей, не верив в нашу сегодняшнюю власть. На самом деле действительно подрывается авторитет власти. Вообще, как бы это нонсенс, это власть не снижает простых людей. Адрес Адмиральская, 31. О том, что будет тяжело добираться жителям пенсионного возраста, зрелого возраста, может, инвалидам. Молодежь доберется, если она сознательная. Широкопальская молодежь точно доберется. Я хочу сказать о том, что с 8 часов у самолета будут находиться автобусы, которые предоставил народный депутат Артему Александровичу Риву. Так что вы можете ими воспользоваться. Все будет. Не верят, что вашу сегодняшнюю. Спасибо, что услышали. Спасибо. Все говорят, что Кульбакина депрессивный район. Такого единодушия, единства в отстаивании своих законных интересов вряд ли где мы увидим в другом районе. Понятно, что мы победим. У меня, видя коллег, такое количество коллег в зале, я уверен, что мы эту проблему решим. Но раз вступили на путь борьбы, надо борьбу эту выиграть прежде всего вам. То, что происходит в здании городского совета, на сессиях, на исполкомах, вот поверьте, вы столкнулись со своей проблемой, а мы на каждой сессии, на каждом заседании комиссии сталкиваемся с произволом и беспределом. И очень сложно объяснить некомпетентным людям, которые сегодня сидят в кабинетах, о том, что они нарушают закон. Если раньше, еще два года назад, была такая контрольная, надзорная функция у прокуратуры, и прокурор сидел на всех заседаниях, прокурор выносил там различные попереджиня, и чиновник боялся, не дай бог, где-то поставить подпись, то сегодня этой функции нет. И они фактически творят то, что хотят. У вас должна быть единая позиция, это должно быть результатом сегодняшних слушаний, что вы хотите увидеть на этой территории. Как только вы определитесь, и это должно быть, я вас призываю, единогласное решение, вы должны выписать четко свое предложение для общественных слушаний. И там его четко определить и проголосовать. Это будет наша общая победа. Вот вчера, к примеру, была наша комиссия, я в ней работаю по законности, и мы рассматривали, скажем так, не менее такой вопрос, который вызвал общественный резонанс, если вы видели, да, у нас в городе Николаеве, именно в историческом центре, на улице Соборной, вот появился объект под названием мафия. Ну согласитесь, это вердикт этой власти, да? Ну согласны или нет? Да, вот мафия, вот в самом центре города она есть. Возмущение нет предела. Но вопрос в том, как она там появилась. И вчера мы увидели, что оказывается решения этой комиссии профильных не было. Решение земельной комиссии, которая должна была вынести вердикт. Согласовывать земельный участок там или нет? Его не было. А на сессии, оказывается, подвожили и спрятали вопрос. И когда поднимаешь, оказывается, оно было. Так вот, я хочу, пользуясь случаем, передать привет тем чиновникам, о которых вы говорили. Ну просто так не пройдет. Вас могут покрывать сколько угодно правоохранительные органы, но час расплаты, он все равно близок. И придется отвечать за каждое такое решение и за каждую подпись, которую они поставили. Это касается мафии, это касается кладбища в Кульбакина, это касается принятых решений из полкома, незаконных решений. О чем говорить у нас из полком, который принимает главные, важные решения для громады города, год, был незаконным, это не было из полкома. Мы хотим выстроить взаимоотношения честные и порядочные. Да, фактически мы садимся за стол играть в игру шашки, да, а с нами играет Чапаева. У них нет понятия закона. У них есть понятие того, что им это необходимо сделать. Вы уже сказали жесткое нет. И я вас уверяю, кладбища в Кульбакина не будет. Это ваша маленькая победа, когда вы пришли в сессионный зал и заявили свою позицию. Это ваша маленькая победа. А вот что будет на этом месте? Это то, что вы должны будете прийти и сказать в субботу в 9 утра. К сожалению, центральный район, к сожалению, на улицу Адмиральскую. Я понимаю, что может быть определенное сопротивление с позиции власти. И я, с вашего позволения, вот перед тем, как ехать к вам, встретился с представителями городской власти и предложил им некий спасительный вариант. Чтобы они могли сохранить хоть какое-то лицо после того, что сделали с широкой палкой и Кульбакина. Я их предупредил, что если будут препятствия по доставке людей и тех автобусов, которые организовываем, в том числе и мы, значит, мы дойдем пешком. При этом... При этом... При этом, если мэр города, его профильный зам, который тут гулял у вас в Кульбакина, снимался на видео и рассказывал, что вот здесь действительно это можно разместить, кладбище, но почему-то забыл прийти к людям и посмотреть им в глаза. Да-да, я знаю, что он в отпуске. Да, после похода в Кульбакина он ушел в отпуск, потому что сильно устал. Так вот, я думаю, я вам предлагаю, что завтра инициативная группа на сессии должна выступать не с позиции против кладбища. Я вас прошу, выступите единой позицией за что вы. Позиция вторая. Я вас прошу, обратитесь, воспользуйтесь случаем, обратитесь к городскому голове, дайте ему так, он же молодой еще, набирается опыта, дайте ему возможность. Пусть он обеспечит доставку людей. Он принял решение на Адмиральской, так пусть примет решение и своих горожан довезет туда, где будет общественное слушание. Жители Широкой Балки и жители Кульбакина, мы вас слышим, скажите четко, поверьте, мы это сделаем. Спасибо. Евгений Сергеевич, подождите секундочку. Уважаемые коллеги, да, вот родилась такая идея, так как мы как бы протягиваем руку власти, да, хотим вот предложить его завтра, то, чтобы они привезли, обеспечили доставку, давайте мы еще предложим власти выход с положения по кладбищу. Давайте, ну, зная просто опыты Сергеевича, как переговорщика, как коммуникатора, опытного человека, давайте мы обратимся от нашего собрания к нему, чтобы он провел переговоры с молодым мэром города Николаева и с новым губернатором, секундочку, секундочку, и с новым губернатором, для того, чтобы подсказал, согласно своего опыта, как решить эту проблему. Это будет нормально? Смотрите, мы же какими хорошими от вас устанем, да? Давайте вот в резолюции вашей, чтобы это было бы прозвучало, я думаю, что это будет правильно. Ну, вот так вот, добрый вечер, дорогие мои любимые кубачане. Вы знаете, я настолько благодарна, что вы сплотились в этой борьбе, что вы пришли сюда, и вы готовы бороться дальше за наше любимое Кульбакино. Очень прошу, еще раз, может, я повторяюсь, может быть, я говорю это зря, пожалуйста, постучите в двери соседям, пожалуйста, пустите в ход свое обаяние, у кого оно есть, свою риторику, пригласите наших соседей, которые не хотят ехать, которые рассказывают, что они работают, вы знаете, когда они говорят, что они работают, я вспоминаю Гройсмана, а у нас действительно нету в стране безработицы, у нас все работают, мы зовем их куда-то, а они работают. Какая же безработица? Пожалуйста, в субботу мы должны поехать и сказать окончательное «нет». Последнее наше слово. Последний бой, он трудный самый. Если уже и это не поможет, ну тогда актив будет принимать какие-то кардинальные решения. Не остыньте до субботы! Родные мои, не остыньте! Вы должны как-то сделать. Спасибо вам всем, что пришли. И до встречи в субботу! Я с вами! Спасибо!